Котику и Лёлику Здравствуй, зритель! Обзор еды Моей и не совсем моей Вообще, что-то я сегодня снимала днём Я вообще хотела погулять, но у меня есть Захотелось очень сильно Я поняла, что лучше завтра, если никаких дел Вдруг внезапно не предвидится Пораньше себя поднять, даже через силу Выпив кофе с малой БР Или ещё что-нибудь, и ломануться Может быть, пешкодралом, если не до центра А то до солнечного, а может быть, даже на велике И там уже просто На набережной, точнее туда, куда я хотела Давно доехать, вместе уже с этой камерой Расчехлиться, берег положить И немножко погулять и поснимать Поэтому вот То, что у меня там записалось Немножко, я чему стала говорить У меня что-то, вот сейчас смотрю, там двухканальный микрофон Был, и тут двухканальный микрофон И я опять забыла, где эти настройки микрофона Делаются А вообще сейчас снимаю В двухканальный В два формата Режиме двухформатном Но когда я тестировала и писала В двухформатном режиме, у меня был Пятиканальный звук А здесь почему-то только два Указывается Ну, смотрю, как на монтаже будет Попозже, может, разберусь Но купила сигулочку Вообще, будет потом Так вот, от неё это так вкусно пахло В автобусе еду, думаю, так вкусно пахнет На остановке сижу, думаю, так вкусно пахнет Домой пришла, думаю, опять так вкусно пахнет Вот как кукурузой вот этой Вот попкорном Думаю, блин, чё ж так пахнет-то так вкусно Где ж такое-то Видимо, она Или это кунжутом так пахнет Через пакетик прям Или это из кукурузной муки Хрен не знает как В общем, вот такая булочка Сейчас супом её захомячу Кайтерка называется Потом Вот ещё обзор из фикс-прайса И обзор уже сделанный на телефон Я таким Тоже Гринмамы в фикс-прайсе Немножко такой Рекламка вот Такая Потому что писала как бы молча Ну там, возможно, какие-нибудь шумы захватились И надо, чтобы эти шумы убрать Как-то Комментарии свои Аудюшные Собачить Такой, скажем так Рейд фикс-прайс Потому что я как бы читала В группе Гринмамы Что там вот Какие-то продукты их есть И Гринмама заключила Контракт с фикс-прайсом Ничего, мне в комментах человек писал На мой обзор Отзыв на Гринмаму Пару средств, новинок Ну и вообще Как бы я до этого видела там Имитацию дизайна Гринмамы Но, как я поняла Наверное, это была какая-то Даже сделано Производство было Григориюкс И тот же адрес был Видимо, это какая-то была Чисто как вот Тестовая партия Прокатит или нет Будут ли вопросы В общем Купила я коту На самом деле Еще один корм Вот Это уже В другом обзоре Подорожало Да, как корм Был 33,90 Стал 36 с чем-то И большой пакет Стал 194,50 Ну, я что-то Уже хотела Чисто немножко Пакетиков купить Думала 2-3 Ну, в итоге В принципе, 3 пакетика И вышло Немножко разного Даже не каждого дня И Короче, этот Что-то, думаю Сащит большой Он опять его Раздерябит у меня Найдет где-нибудь Если на шкаф еще не заскакивал То на шкаф Заскочит Думаю, лучше А так ему Еще я его пытаюсь Как-то на человеческую еду Немножко перевести Раньше, что он все ел А сейчас выпендривается И мясо-то не ест Не каждое И корм-то не каждый Живет Вот в смысле Вот эти Мокрые Корма Ну, и у меня В холодильнике Лежит вареная свинина Он, видать, ее чует Или видел, что ее туда убрело Хрен знает Я только холодильник открываю А он уже чуть ли Не на пол Круга прыгает В общем, тут у нас Каждый день Сухой корм Для кошек с рыбой 400 грамм Наверное, они смотрят меня Из этого атака А может быть Не знаю, с чем связано Потому что я увидела Хотя я сегодня не собирала В принципе Вот так, ну, как бы Думала Но планировала Но никому не говорила Каждый день Классическая вареная колбаса 42 рубля 15 копеек 412 грамм Отрезанная Вот так вот была Один кусок Такой был Отрезанный Я тогда все Сокрушалась Что только в нарезке Или батон А тут Может быть Они меня смотрят Если смотрят Привет вам Спасибо, что отрезали И положили на ветрию Ну, нравится мне эта колбаса Я просто подумала Что в принципе Вот этот весь Полухимический состав Он в любой колбасе Хоть за 300 рублей Килограмм Хоть за 100 рублей Килограмм Иногда купишь Какую-нибудь дорогую Вареную колбасу Жрать невозможно Даже кот ее не ест А тут Очень даже нам Скоток нравится Еще я купила Я их уже покупала Одну такую С маком В этот раз я купила Сразу две С маком Они такие Там я зашла Так вкусно Пахло Свежими булочками Еще так Рядом Поторчала После посмотрела Повникала Наверное Все-таки Они пекут Ну, может быть Из замороженного Теста пекут Может быть Какие-то слойки Из замороженного Теста не делают И как-то Размораживают Пардон Сядь зевну А может Все-таки Сами котовят Это тесто Там как-то Подготовку Не особо Много места Но с другой стороны Там вот видно Что эти Печки Вытяжки И может быть И хватает Так вот Потому что Как бы Горячие булочки Нет отряда Вот видно Что они какие-то Но Явно Не сами Ваяли А некоторые Ну, прямо Вот так вот Выпекшиеся Я подумала Что, наверное С супом Там Маковую булочку Есть как-то Некошерно Лучше Ешь чаем А вот Булочку Другую Очень даже Можно У меня тут Какое-то Вообще Жду Налог на землю Но что там В этом году Налога на землю Нет Вот Кому пришел Кому не пришел Может про меня Забыли Забыли Да ладно Уведомления Было В почтовом Ящике Думаю Что за хрень Наверное Налог на землю Потом думаю Какой нахрен Налог на землю Если тупо Уведомление Никакого адреса А тут у нас Это еще на доме Такая фигня Вещет И по-моему Оно еще Типа какой-то Акции Купол на 12 Бесплатных сеансов Оздоровительный массаж На уникальном Медицинском оборудовании Компании Лотус Ну тут значит Здоровый дом Гуглищ Бла-бла-бла Спина без боли У меня как бы Спина-то и не болит Позвоните Прямо сейчас Записи Консультации По телефону Бесплатные сеансы Предназначены Для того Чтобы вы на практике Смогли убедиться В качестве эффективности Нашего оборудования То бишь Сначала ты 12 дней Ходишь А потом тебе Раз какой-нибудь Знаете Вы наверное Глюканули Вы уже ходите больше Поэтому платим А может быть нет Ну не знаю Мне кажется Такой же развод Как название По телефону Ты спрашиваешь Откуда мой номер Зали они Из компьютера А вы скажите Как вас звать Типа того Что иногда Даже знают Как меня звать Особо С учетом Что лет 10 Подряд У меня Мой номер Основной Был вообще Не на мне А на другой Моей Как бы родственнице Ну так Как-то Я паранойла Не знала Как что И он Рядился На мою Скажем так Сестру А потом Пришлось Ехать в Казань И пришлось Как-то Поменять Для меня Притом Что у меня Тбербанк На мне Числился На этой карте Я помню Когда переименовывалась Уже официально Мне названивали Вы уверены Что это Ваш телефон Короче Мне кажется Это типа Из серии Разводов Еще как-то Мне звонили Спрашивали Где я точно Живу А то Номер Им указан Якобы Ярославская Область Угрич И сколько Мне лет И когда И чего Я думаю Ну вообще На лаков Что ли Она совсем Распитана Так Корм Каждый день Сухой Для кошек С курицей Вот у нас Серая кошка Здесь у нас Рыжая кошка Еще купила Все резиночки Я хотела Фиксики Но что-то Я не поняла По чем там Эти резиночки А тут 35 рублей Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять штучек Когда-то Такие резиночки Ну похожие Резиночки У меня были Может быть В моем Типа детстве Человеческом В общем Вот тут Резиночки У меня Потому что Резиночка Которую мне Таня Китаева Подарила Приняла Откинула Копытом А другая Которую я Из деревни Придела Она и так Уже растянутая Я даже не знаю Чья она Но тупо была В деревне И мне надо было Завязать Копки Так Ну пакетики Я купила Под Перерабатываемый Мусор Уйдет Хоть я и купила Три литра молока Но я подозреваю Что одно молоко Мне тупо Вчерашнее Подсунули А второе Наверное Примерно Так же Было Вчерашнее Может быть Обедичное А другое Может быть Вечернее Потому что Как-то У меня Но сегодня То которое Я оставляла На простоквашу Ну конечно Оставала простоквашу Я специально Вот так Мурыжила На окне Рядом С Как ее там Сушилкой Этой овощной Лепестрической Сушилкой А то Которая Как бы стояла В холодильнике И я предполагала Все полтора литра Уделать Молоком Сегодня наливаю Творожок Как бы Наливаю в чашечку Думаю Сейчас какао Делаю Бульк Как-то Думаю Масло что ли Взбилось Стоя в холодильнике Как-то Ну так Странно Выглядело Будто между Простоквашей И еще И уже Не молоком Потом Творожок Так вроде С творожком Творожок Как бы С этим С полукислым Молоком И со Сгущенными Сливками Был вкусно А вот Молоко В чашке Перед тем Как поставить Микроволновку Влага Его глотнула Я его глотнула И поняла Что Если его Поставить На столе До вечера То оно Может быть К утру Будет простоквашей Ну поделилась Котом Кот у меня Как-то нормально Пьет Короче Пришлось Мне сегодня Купить Молока 15 числа Оно сделано Живет 10 дней Конечно Я очень надеюсь Что оно У меня Выпьется В роли Молока А не станет Кефиром Иначе Мне придется Покупать Яйца Блинчики Там Оладушки Или еще Что-то Потому что Столько Кефира Я не осилил Вот такой У меня Обзор Покупок Из Ашана Я наверное Забыла Сказать Что это Ашан Всем Кто Осилил Спасибо Всем пока Эй Зритель Пирожок С полки Не забудь Субтитры Субтитры Субтитры